Слава 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 Следуя за Иисусом Небо достигнем мы Спасшему нас там славу Мы восстановим За грешных нас Страдав Иисус Нас любя Он жертву сам Себя Принес Мы спасены От власти Тьмы Небо Нам открыт Страданиями Христос В небу дверь всем Открыто Круг мой вошел И ты Грешник пока Не поздно Скорей Войди За грешных Загрешных Нас Страдав Иисус Нас любя Он жертву сам Себя Принес Мы спасены Мы спасены От власти Тьмы Небо нам открыт Страданиями Христос Небо Слава Богу к христианам, что будет от меня, как от сканка нести или с алкоголь. Это самое то, что я сегодня получаю. То, что сейчас встается все, чтобы я никогда назад не глянул. Вы все, детки, все будете дальше жить много дней. Я не был примером здесь, но они видели все, что я любил их, всех дедочек. Они приезжали сюда, наши местные собрания, водное крещение. Я всегда старался, но я был плохой, потому что просто когда приезжают на рыбалку, я живой, я пьяный выйду, сигаретую засыплю, старался на углу. Все равно видели. А теперь я хочу немножко, дал бы Бог мне, чтобы я, может, потрудился, Господь, чтобы я мог с долгами рассчитаться, мог доделать дом. Господь, помоги, у меня будет собрание проходить. Я люблю, моя Любочка любит, чтобы много людей дома было. Господи, помоги, вот это. И прошу прощения у Кобы, может, детки, что там видели, у Симуткиных. Я еще попрошу. Они здесь тоже. Вот. Пусть простят меня, ребята простят, они тоже, я был плохой пример. Вот. Они меня любят, ну а я, причем, любят, это хорошо, но я-то плохо поступал. Значит, я их мало любил. Хотя люблю людей. Боже был плохим примером. Заставский. Павлев был. Он мне никогда в плохого слова не сказал, мне только добрые слова, и кривой ковы. Все, что я могу еще сказать у меня брату, Саша, Юра, Вера, я у всех у вас прошу прощения. Вот мы идем на водное. Петро идете. Вот. Вот они. Ну уже после этого. И тут сам Бог так все сделал. Слава Богу. Слава тебе. Я попросил Господь, ну придумай что-нибудь. Ты же можешь знать, что сделать, чтобы я остановился. И Бог мой так чудесно остановил меня. Дал мне болезнь по всему моему телу. Останавливайся. Да. Да. Слава Богу. Да. Вот они шли тесуна и чаще это самое. Ладно. ПЕСНЯ Веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Верю. Даешь ли ты Ему обещание служить доброй совестью? Даю Ему обещание служить чистой доброй совестью. Поверить Твоей крещу Тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Я уже говорил там несколько раз, кричал и говорил, что ты можешь сделать что-нибудь со мною. Я знал, что это, что он сделает, я знал он дать меня через болезнь. Выхода уже не было у меня, потому что я звание грех укорененный такой был, что это меня держало. А теперь Господь помог меня, помог меня. Он так помог мне, что ко мне нельзя прикоснуться. Вот как будто бы меня всего от этими крючками и со всех сторон тянут. Костям нельзя, шею нельзя, где коснуться. Ну нигде нельзя. Одна рука не работает. Я быстро похудел. Вот. Но я знаю, посмотрите, я какой стал худой, немощной силой, но я зато знаю, что... Потому что я Бога просил, и Он дал через эту болезнь меня. Он дал, чтобы я мог прийти и принять водное крещение. Я решение делал, всегда терял его. А в этот раз Он меня остановил, вот, по моему желанию, от сердца сказал, помоги, Он мне помог. Я этим радуюсь, но не желаю вам, чтобы это... Это так больно. Это так сильно больно, сильно. Это вообще не ходить, не поднять свою плоть. И все рвется внутри. Ну не надо к этому приходить. Раньше кайтесь, раньше, пожалуйста, кайтесь, не доводите себя до такой степени, что вот так мучиться. Кайтесь и благодарите Бога, что Он помиловал вас от тяжких скорбей и вот таких мук. О, Иисус, да благословить вас всех, Господь. О, Иисус, да благословить вас всех, Господь. Зима, Иисус, да благословить вас всех, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, братья и сестры, родные и близкие Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Он говорит, сын Ну, может быть, он выпивший Ну, я так подумал, думаю, я его не знаю Пойду на берег, не знаю, как он на меня среагирует И не пошел И мы поехали домой А душа моя скорбела, что я не пошел. Я говорю, Господи, прости меня, но если я в следующий раз приеду, я хочу с ним познакомиться. И когда мы приехали в следующий раз, Бог так сделал, брат Анатолия не было. И он выходит на встречу, мы знакомимся. Ну, он шутник был всегда. Вышел так мне, Петр Анатольевич, я засмеялся. Говорит, ты знаешь, я тебя заочно уже знаю. Он говорит, откуда он? Я говорю, когда твой аккордеон плакал на реке, моя душа плакала во мне. Он посмотрел на меня, улыбнулся. Мы с ним обнялись, мы же не знакомые были. Он с тех пор лег мне в сердце. Мы с ним много разговаривали, много общались, много беседовали. Он взял аккордеон, говорит, я буду играть. Думаю, что же он играет? Только сам. Он радовал сердце мое. Мы с ним много общались. Он говорит, я буду ходить на собрание. Говорю, Петя, пусть тебя Бог благословит. Пусть тебе Бог поможет. И мы с ним вот так вот как-то... Ну, я полюбил его. Такой, какой он и есть. Я за него молился. Он, бывало, мне звонил, говорит, Ваня, ну, он взял телефон тогда. Я хочу к вам приехать. Я говорю, Петя, да хоть где будь, я тебе встречу. Я знаю, что ты меня любишь. Ну, и так мы с ним расставались. И каждый раз, когда мы приезжали, у нас были тесные общения. Ну, и вот было четыре недели назад, до восходного крещения. Когда я первый раз приехал сюда. После водного крещения мы так сели с ним. Он уже болел. Сели с ним в машину. Говорят, я хочу с тобой поговорить. Хочу исповедоваться. Хочу душу открыть. Ну, где? Гостей много. Говорят, пойдем в машину. Пошли в машину, сели. Он мне душу свою раскрыл. Знаете, А он как-то, может быть, не совсем прилично говорит, но он был вредный человек в своей семье. Он не изменял. Меня сильно это поразило. Думаю, в таком положении, когда человек бывает выпивший, пьяный, ну, с ним что хочешь происходить? Говорят, я не изменник. Я сказал, Господи, ну, не чудо ли это вообще, даже в этом деле? Это же здорово. Вот у меня же семья есть. У меня же дети есть. А я же ихний отец. Я говорю, слава Богу, Петя. Давай мы помолимся, пусть Бог тебе поможет. Мы с ним помолились, мы с ним поплакали. Я чувствовал, что Господь его касается. Я говорю, Петя, а как насчет водного? Я хочу принять. У моего скоро папа будет день рождения, соберутся все родственники. Я хочу всех попросить прощения и принять водное крещение. Ну, Петя, пусть я Бог благословил. Мы уехали. Только мы приехали домой, он мне звонит. Ваня, я очень хочу, чтобы ты приехал и преподал на его водное крещение. Я говорю, Петя, ну, там же братья есть у вас. Нет, я хочу, чтобы ты приехал. Ты не смотри на расстояние. Я говорю, Петя, конечно, я приеду. Обязательно приеду. С лета, где-то последние три месяца, мы стали родством спаститься и молиться, чтобы Бог дал ему покаяние. И, конечно, сделали через упосток, подвязались за него. И я скажу, что иногда вот так смотришь на человека и не веришь в то, что может произойти. А уже делаешь, потому что знаешь, что ты христианин и это родственник. И просто надо это делать. Не знаю, может кто-то это делал верой уже в виде его покаяния, но я за себя говорю, уже не доставал на это веру. Но только верил и понимал, что Бог сильно нас обидел. Вот. Ну, отошел. И даже некоторые дети говорят, хорошо, что Бог его отозвал. Потому что он десятки раз говорил, что все начинает служить Богу. И каждый раз падал. И даже два года не видел вино, что в магазине продается. И не пил совершенно. И не туда стянуло. Потому что тоже была большая молитва. И Бог его освободил. Ему только нужно было приложить усилия и не курить. Но он говорит, Бог меня освободил от вина. Так точно и откуривал. И я говорю, Христос, не придет за тебя лично еще раз страдать, чтобы тебя освободить от вина. Ты приложи свое усилие. Прилагающее усилие в освященном. Он на все это бахал руку. Но в последнее время, когда действительно Бог его призвал, Бог из людей никто не мог его призвать. Его призвал Бог. И он искренне покаялся. Слава Господу! Слава Богу! Я ему говорил, я говорю, я тебе даже в больницу. Я говорю, конечно, мне скоро, что ты уходишь. Не в том раз. Но радости, наверное, больше. То, что Господь тебе дал покаять, это самое главное в жизни. Потому что мы можем там встретиться, а там мы не встретились. Поэтому пусть Бог благословит тебя. Ты знаешь, по какой причине Бог тебе положил. Ты сам просил. Просил. Он говорил, Господи, останови меня. Ты можешь подождать. Я не могу. Все. Останови. Ну, он, конечно, слушал эти слова. Он, как в больнице, он так и говорил, да, это только Бог не остановил. Только Бог остановил. И вот приехали. Получилось то, что было собрание. Он во всех просил прощения. Плакал, просил, каялся. Все. Вот так Господь подвел, как бы собрал всех. Собрал кучу и совершил от этого водное крещение. И поэтому я рад и благодарю Господа, что Господь так чудно что-то сделал. дать нам только силы мудрости, чтобы нам вести жизнь правильно, чтобы нам не оказаться опоздавшими, не оказаться людьми. Особенно он напоминал еще такие слова. Говорил. очень сильно больно. Болеть, очень сильно болеть. Хотя бы, говорил он, молит, Господь болит. Но я достойный этого. Он говорил, я достойный этого. Я достойный. Ну, дать силы. Потому что нет сил. до него нельзя было дотронуться. Трохотеллое. Тело, мышцы, кости, все. Все болят. Потому что она все уже охватила. Кроме головы. Дравый был до самого последнего. Мысли, он мысли говорил, как бы, до самого последнего он в дравом разуме уходил в дравом разуме. Поэтому и он обращался, когда есть записание слова его. Он обращается к тем, основной молодежи, которые не слушают Господа. И он говорит, не ждите, не ждите, чтобы Бог так призвал, как меня призвал. как он подошел на постель дала, чтобы я поднал истину, чтобы я служил Господу, чтобы я покаялся. Не ждите этого. Сейчас, пока есть здоровье. доказательство. Мы слышали просто 昨天 что Петер от repented. И я сказал, «Аминь». Я сказал, «Аминь». Я сказал, «Аминь». Я сказал, «Аминь, я сказал, что я вижу в Бог в cancer. Because when you get that statement from the doctor that you have cancer, it's like you hear the bells of eternity ringing. Но нашим Богом и в нашем родстве так Господь дал, что практически очень мало смертей. Мама отошла, две тети моих отошли при моей жизни, дедушка, бабушка. Это все связано с возрастом. Но из детей или из братьев, из сестер, это получается у нас первые, кто отходит. И сегодня, если у нашего папы 44 внука, то уже около 90 правнуков. Я бы сказал, это благословенный род, который Бог благословляет. Слава Богу! Нам есть, за что благодарить Бога. Но сегодня мы провожаем последний путь нашего брата, друга. Однако мы призываем живых, потому что то, что мы говорим сегодня, это нужно нам, живым. И тот, кто не примирен сегодня с Богом, мы сегодня свидетели тому, ну, мы можем сказать, успел. Но успеют ли все те, кто сегодня, видя и слыша это, оставляют на потом? Друзья, в последнее время Дух Святой свидетельствует о том, что Господь будет отзывать готовых и не готовых. И сегодня на кладбищах, особенно там, на западе, там очень большие славянские церкви, но так и говорят, это славянский уголок. И в основном лежит там молодежь. И, как правило, люди, которые не служат Богу, разбиваются, тонут по два, по три человека сразу. Конечно, почему-то многих это не приводит к страху. Бог говорит однажды. И если того не заметят, в другой раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость. То есть, если мы в сочетании всех этих выражений, я все не буду читать, но мысль заложена так, как хорошо, когда человек имеет ангела-хранителя, который отводит душу от могилы. За всю его жизнь мы очень много знаем событий, которые произошли у нашего Петра. Еще там, в Массачусетсе, он разбился на машине от своего же друга. И эту машинку отправили на Джанку. А он совершенно был невредим. И так много-много раз в его жизни случается. Здесь, Слово Божие говорит, раз и два. А мне почему-то хочется сказать 222. Потому что в процессе всей жизни Бог его миловал, и ангел-хранитель отводил его душу от могилы до вот этого дня, пока все-таки Господь из милости своей не дал ему покаяния. И он покаялся. И вот что нам Слово Божие говорит дальше. «Если он вразумляет болезнью на ложе своем, или он вразумляется болезнью на ложе своем, и жестокою болью во всех костях своих». Мы вчера слышали, здесь видит, короткие такие свидетельства нам показывали, говорили, что он пережил последние дни своей жизни. Для чего? Для чего это делал Господь? Описание, говорит апостол Петр, страдающий плотью перестает грешить. Но нам сегодня, стоит ли дожидаться этого дня, кто сегодня еще жив, и кто до конца не примирен с Богом? Ведь молитвы родителей, близких, друзей, церкви, они в духовном мире играют определенную роль и силу, и Бог не желает смерти грешника. Так говорит Слово. И что Господь тогда делает? То, что Петру выбросил, как он сказал, «Господи, сделай со мной хоть что-нибудь, чтобы я покаялся». Но, однако же, мы сегодня решением своей воли, сознанием своего разума, мы должны выносить вот эти решения, которые угодны нашему Богу, чтобы эти решения были угодны и нашей плоти, чтобы нам не страдать перед нашим переходом вечной, потому что Господь не желает смерти грешника, Он хочет всех спасти. И дальше нам Слово Божие говорит, если же у него ангел, если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет, «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». То есть, от вечной погибели Господь освобождает. Поэтому, друзья, давайте не будем ждать вот того момента, когда Господь заговорит, Он к нашему разуму всю жизнь говорит, но может произойти то, что Он заговорит к нашей плоти. Еще Господь говорит с нашими карманами. Знаете, когда случаются аварии, или еще какие-то жизненные ситуации, нам приходится расплачиваться нашего кошелька. То есть, я так и говорю, Господь бьет нас по карману. Прежде, нежели Он начинает касаться нашей плоти. Особенно я хотел бы вот эти слова направить к Толику. Толик, Карина, Валя тоже. Когда некоторое время мы жили в Канаде, и вот в этом году или в прошлом году, в декабре, мы возвратились, ну и так весной ближе с Петей начали общаться. И вот я просто хочу засвидетельствовать, друзья, как он радовался, как он, ну просто он был в восторге, зная, что Петя переезжает с Вашингтона. Он просто, я вот так смотрел на него, думаю, как отец радуется за сына, что Толик приезжает. Говорит, Толик приедет. Мы с ним будем, он будет здесь. Кариночка тоже приезжает. Он просто, он постоянно, это было на его устах. Он только ждал этого звонка. Говорит, и Любочка переедет. И вот как-то Господь собирает нашу семью. Он постоянно это говорил. Я, конечно, тоже со своей стороны сказал ему, Петя, это не просто так, что они пожелали уехать с этих городов. Это Господь. И порой оно для нас непонятно. Но Бог делает вот такой раз, и Толик переехал, Карина переехала, вот, и Люба приехала. Ну, конечно, ну мы, никто бы не хотел, чтобы так быстро Петя ушел. Но, друзья, я благодарен Богу, что он нашел мир с Богом. Много бесед, много молитв. И он так вот говорил, как есть. Говорит, ты знаешь, Витя, я такой, ну, недостойный милости. Я такой негодный человек. Это его слова, друзья. Но, говорит, Бог меня слышит. Я молюсь, и Бог устрояет. И как-то с домом устроил для Толика. И то, другое. Говорит, я удивляюсь. Я вообще, ну, кто я такой? А Бог как-то, ну, преклоняет ухо свое. Я говорю, Толик, то есть, Петя, я говорю, смотри, Бог слышит тебя. И Бог услышит и даст тебе победу над грехом. Но ты должен прилагать усилия. И, конечно, вот, хотя таким путем, но мы благодарны Богу, что Бог явил милость. То, мое слово, я очень коротко хочу сказать, вот, к детям, Толе, Карине, Валя, все, вот, кто еще не сделал этого твердого решения, просто во имя Господа прошу вас, не ждите вот этого толчка. Не ждите вот этого момента, когда, может быть, и для кого-то поздно будет. Сделайте это решение. Ради Господа, ради Его, этой голгофской крови, которая была пролита. И Иисус, Он за всех умирал, и Он любит для Него каждую душу от дорого. Я вот так тоже думал за Петю, думаю, когда при жизни, Он как-то был такой, ну, незамеченный. Ну, Петя, Петя, мы все знали, Петя, он борется, он это. А вот смотрите, как Господь побудил многие семьи, приехали издалека провести последний путь, потому что это, это Дитя Божие. Бог дал милость ему, Бог дал ему спасение. Хотя, таким путем мы не желали бы, но мы благодарны, что Господь имел милость. Поэтому, мое слово сегодня к вам. Знаете, мы все много слышали, вчера и сегодня. Но особенно, мне как бы вредовало сердце, то, что брат Павел сказал, что брат Петя радовался, когда видел кормила, ищущим Господа. И мы знаем из Писания, что нет больше радости, чем видеть детей, и, как уже мы слышали, Петя любил играть, петь. И особенно он любил смотреть, когда его дети пели, проставляли у Господа. Я помню, как он радовался, когда еще дети меньше были, вспоминаю. Потому что я Петю встретил, когда мне еще было лет 14. Это его старший брат Юра женился. Я с родителями поехал на брак. Мы жили 120 километров оттуда. И вот, после, так Господь усмотрел, что я еще ближе с этой семьей стал, потому что сама младшая их сестра стала моей женой. И так вот мы с ним много встречались. И приезжали, когда сюда, еще когда и мама была живая, потом уже к папе. Я стараюсь ездить часто, потому что все братья, сестры, ларисы живут в Америке, одна она в Канаде. Поэтому стараюсь, чтобы она чаще видела всех своих родных. И когда мы приезжаем, он всегда так любит детей. Мы с детьми приезжаем, он так рад всегда детям. И мне что хочется сказать детям, детям всем, чтобы еще ваша мама живая, и она будет очень рада видеть, когда вы все будете служить Господу и прославлять Господа. Поэтому да поможет вам во всем этом Господь, чтобы имя Господа прославился. И я хочу спеть одним псалом Иисуса Прихода Жда. Пригодавляться, чтобы встречать нашу Господу. Иисуса Прихода Ожидает, Последнее время живет, Всех грешенному призывает, Всех вечностей ближе идет. Вокруг все в небе и кинет, И камень в волнах навсегда. И зреет вопрос в нашем сердце, Вопрос в одном слове. Когда, 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 Господь, О, скажи же, когда, Когда новым делем мы сможем Увидеть, услышать Тебя Вдали от греховного шума? Скажи же, Господь наш, когда? Когда, в руки наше сердце Тоскуя, тоскуя, и рвется домой. На дурные чистые дали Сильнее стремится оно. Твоя лишь спаситель наш сильный, Твоя лишь нам помощь нужна. И снова вопрос в нашем сердце, Вопрос в одном слове. Когда, 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 Господь, О, скажи же, когда, когда, Когда новым делем мы сможем Увидеть, услышать Тебя Вдали от греховного шума? Скажи же, Господь наш, когда, 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 Господь, О, скажи же, когда, когда Тот будет с ним, слава Иисусу. И это великое, то, что дано для тебя и для меня, Это великое, то, что дано для нас. И когда эта надежда нас, она не постыдит никогда, Если мы уверовали в Того, Если мы последовали за тем, Братья и сестры, чтобы нам явиться с ним на облаке, Нам сегодня нужно позаботиться. Нам сегодня нужно позаботиться. И позаботиться очень серьезно. Позаботиться он серьезно, мы не знаем. Перед тем, скажу вам, Братья и сестры, молодежь, Не надейтесь на последнюю минуту. Служите Богу. Отдайте жизнь вашу Богу. Не оставляйте на последний момент. Потому что Господу нужна юность ваша И нужна жизнь вам. Большое соболезнование От нашей церкви из Канады В районе Форс-Мижона. Конечно, мы, Я уже свидетельствовал два раза. Так Петя для меня стал близким, родным. А насколько он близкий тем, Которые от него произошли Для отца, для братьев и сестры. Но мы сегодня пришли попрощаться с этим телом, Которое у каждого из нас временно на земле. Все мы когда-то придем к этому пункту, Кто-то будет за нас плакать, А Дух наш будет радоваться у Господа. И это приятно. Слава Богу. Я хочу прочитать несколько мест писаний. Мы помолимся и предадим тело Погребению. Иов пишет в 14 главе. Я несколько стишков прочитаю выборочно. Первый стих говорит так. Человек, рожденный женою, Краткодневен и пересыщен. И шагом. Сколько печалей у человека на земле. Сколько скорбей. Конечно, и радости бывает. Написано, как цветок он выходит. И опадает. Рождается красивым. Прекрасным. Вырастает. Стареет. И как цветок, который мы смотрим, Красивенький цветок. Наступает момент. Опадает. И я не. И говорит дальше, я прочитаю. С пятого стиха. Если дни ему определены, И число месяцев и у тебя, Если ты положил ему предел, Которого никто не перейдет. Вот он предел. Сегодня братья свидетельствовали. Папа 90 лет. Пережил сына своего. А по идее, как мы понимаем, Дети должны переживать своих родителей. А тут родители видят, Когда их не дети уйдут. Но как приятно, друзья мои. Когда мы имеем, Как сегодня братья свидетельствовали много. И я хочу прочитать. Это в утешении жены. В утешении тем, Которые познали Господь. И в утешении тем, Которые, может быть, еще не познали, Но познают. У меня есть такая вера. Сегодня говорили, Брат Петя хотел свидетельствовать. Я хочу сказать, Это свидетельство самое сильное. Многие снимали, Многие фотографировали. Они будут показывать. Вот он! Уже успел! Друзья мои, Бог дает нам право. Хотите, До мной идти. Не хотите. Не хотите. Человек свободен. И вот в утешение для тех, Я хочу сказать, Особенно для жены. Написано так, Павел пишет, Песелоникицам, 4 глава, С 13 стиха. Не хочу оставить вас, Братья, В неведении об умершем. Вот человек и пошел. И выгод должны знать. Дабы вы не скорбели, Как прочие, Не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, Что Иисус умер и воскрес, То и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам Словом Господнем, Что мы живущие, Оставшиеся до пришествия Господня, Не предупредим умерших, Потому что сам Господь При возвещении, При гласе Архангела И трубы Божией Сойдет с неба. И мертвые во Христе Воскреснут прежде, Потом мы, Оставшиеся в живых, Вместе с ними восхищены Будем на облаках, Призни Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга Семьими словами. Друзья, у нас есть надежда. Не знал Господа, Бог призвал. И на небе будет Прекраснейшая встреча. Плоть его здесь. Душа у Господа. Скорбна для близких, Но есть надежда На встречу небе. Поэтому мы Прославим еще раз Господа И помолимся, Чтобы Бог утешил И благословил Все его наследие. И чтобы это наследие Познало Господа. Будем молиться. О, старец, Хашиста моя знаю, Хашисту ты вела. Хашиста моя дорогая, Забуду я тебя. Хашиста моя дорогая, Забуду я тебя. Познался. 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 Какого-то есть надежда. Готовитесь. Скорбиться. И меня Распозим. О, старец, 有ив aur. Все будет иначе Иначе, иначе Я только прошу тебя Жизнь повторись Я даром минуты Одной не растрачу На дело пустое Бесцеленную жизнь Я даром минуты Одной не растрачу На дело пустое Бесцеленную жизнь Теперь ни единого Грубого слова Любимым своим Никогда не скажу Все буду стремиться Достигнуть с любовью И впредь за тобою Спаситель пойду Все буду стремиться Достигнуть с любовью И впредь за тобою Спаситель пойду Молчание листья Молчание листья К скорбной земле Их ветер срывает Холодною бритвой Со стоном летят Со стоном летят они К скорбной земле Так вот Потому, друг Живи ты для Бога Служи лишь Ему И для близких И для близких Своих Ведь жизнь не вернется И кратко дорога Спеши К Иисусу Спастись Поспеши Ведь жизнь не вернется И кратко дорога Спеши К Иисусу Спастись Поспеши Спеши 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 Иисус Христос Ты прости меня И услышь души Дикий крик Раз в своих глазах Стал скотина Я Кто тогда скажет Я в твоих Раз в своих глазах Стал скотина Я Кто тогда скажет Я в твоих Я к тебе спешу С раскаянием Чтобы ты на все Свет пролил Он Жить по старому Нет желания А по новому Нету Сил Жить по старому Нет желания А по новому Нету Сил Помоги же мне, Боже, Боженька Исцели мою боль души Сделай что-нибудь, чтобы ожил я И чтоб смог тебе послужить Сделай что-нибудь, чтобы ожил я И чтоб смог тебе послужить Я устал, мой Бог, я замучился Так бесцельно жизнь проводить Все во мне кричит, что нет лучшего Чем себя тебе посвятить Все во мне кричит, что нет лучшего Чем себя тебе посвятить Ты же знаешь, что самый ближний мне Это ты один, Боже мой Ну прошу тебя, помоги же мне Вот моя душа пред тобой Ну прошу тебя, помоги же мне Вот моя душа пред тобой Ты войди в нее светом истинным И живой водой оживи Уведи скорей песней чистою В край чудесный твой Край любви Уведи скорей песней чистою В край чудесный твой Край любви Субтитры подогнал «Симон»